Что нужно запомнить в начале изучения программы? Три кнопки. Это F5 – плейлист, F6 – это паттерн, и F9 – это микшер. Начнем с клавиши F6 – паттерн. Паттерн – это такая штука, в которую можно закидывать инструменты, пианино, виолончели, гитары, синтезаторы всякие, скричи, лиды, кики, или же просто сэмплы. Что же такое сэмпл? Это звуковая дорожка любой длины, записанная на микрофон. Основные форматы звуковых дорожек – это OGG, MP3, Plug и WAV. Сам паттерн же служит нам для редактирования наших с вами сэмплов, а также в это окошко можно добавить плагины, ну, например, синтезаторы, звуковые библиотеки, то есть, в принципе, все, что издает звук. К примеру, возьмем случайный сэмпл и ставим его в сэмплер. Как это сделать? Нажимаем на эту папочку, выбираем файл, ну, допустим, вот этот. И теперь нам нужно выбрать номер паттерна, над которым мы будем работать. На данный момент выбрана цифра 1, соответственно, мы сейчас работаем с первым паттерном. Если мы напишем в дорожке сэмплом простой бит, то этот самый бит сохраняется на паттерне, который мы сейчас с вами выбрали. Давайте теперь переключим паттерн 1 на паттерн 2. Так будет и со вторым паттерном, и с пятым, и с десятым, и с пятнадцатым, неважно, с каким номером. Если вы его не заполнили, то, соответственно, он будет пустой. Если вы его начинаете заполнять, то программа уже автоматически запоминает все ваши действия над этим паттерном. Давайте вернемся на первый паттерн и попробуем нажать на сэмпл правой кнопкой мыши. Первая строка, которую мы увидим, это Piano Roll. Давайте нажмем на нее. Открылось новое окно, на котором мы видим вертикальную клавиатуру и поле с разделенной сеткой, или по-другому MIDI-файл. Сетка на этом поле нужна для точного выставления нот, например, шестнадцатые, тридцать вторые, восьмые, там, и так далее. Если мы тыкнем на это поле левой кнопкой мыши, то появится нота. Редактировать ее не составит труда. Просто тянем от правого края ноты до нужного нам с вами размера. Размер сетки Piano Roll можно менять при помощи магнита, который находится слева сверху. Итак, давайте выберем стандартный размер Step и попробуем написать какую-нибудь мелодию. После того, как мы написали мелодию, она сохранилась на том паттерне, который был выбран на данный момент. Теперь давайте вызовем плейлист кнопкой F5. В плейлисте мы с вами видим практически те же самые инструменты, что и в пианороле. Об инструментах мы поговорим во втором видео. Итак, проверяем номер нашего паттерна и ставим наш паттерн на любую свободную дорожку плейлиста. И теперь просто прослушаем, нажав пробел. В данном звуке явно не хватает эффектов. Давайте попробуем наложить пару эффектов и посмотреть, что получится. Чтобы наложить эффекты на сэмпл, нам нужно открыть микшер клавиши F9. Каким образом работает микшер? Через любой инсерт, который находится в микшере, можно послать звук. Допустим, выберем первый инсерт. Заходим в паттерн. Напротив любого сэмпла или плагина есть выбор инсерта микшера. Данная фича появилась вроде с 11-й версии, что достаточно удобно. Если у вас версия старее, чем 11-я, то тогда инсерт можно выбрать в окне самого сэмпла или плагина. Выберем инсерт 1. Теперь снова перейдем в микшер клавишей F9. Важно знать, что каждый последующий плагин, вставленный в инсерт, зависит от предыдущего. Например, если мы поставим эффект эхо, или, по-другому сказать, эффект реверберации, а после этого мы поставим какой-нибудь лютый гитарный дисторшн, то тогда мы услышим реверб, в целом звучащий из дисторшна, так как гитарный диск находится поверх реверберации. Давайте лучше передвинем эффект ревера в самый низ. Наводим курсором на плагин и просто колесиком мыши крутим вниз. А теперь давайте сделаем так. Просто уберем дисторшн и сделаем реверберацию немного тише. Вот по такому принципу и работает Fruity Loop Studio. На этом я хочу закончить первое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь и удачного сведения! Субтитры сделал DimaTorzok